Приветствую вас в новом уроке. Прежде чем начать, я хочу сделать небольшое отступление. Сказать о том, что я абсолютно хорошо понимаю, что такое пиксельная графика. Что это графика, созданная при помощи пикселей непосредственно в 2D редакторах. Мой способ и данный способ, который я сейчас показываю, это всего лишь навсего попытка сделать эффект векторной графики. Как по мне, она очень похожа на векторную графику. Просто чтобы не возникало в дальнейшем вопросов, что вот ты там говоришь, что это пиксельная графика, а она таковой не является, что ты себе представляешь. Ну и вроде этого всего. Я говорю, что это всего лишь навсего попытка сделать нечто похожее на пиксельную графику. И как по мне, мое мнение, что выходит довольно таки похоже. Ну, давайте убедимся в этом сами. Поэтому давайте приступим. Окей. Прежде всего, давайте тут кое-что переделаем. Переделываем мы следующее. Мне просто всегда проще работать с метрической системой, а не с юнитами, которые есть в блендере по умолчанию. Метрическая система, то есть сантиметры, миллиметры и метры. То есть проще рост человека определять, проще определять какие-то там, когда здания делаем, да, то есть конечный его размер, чтобы не было путаницы там. Поэтому я во вкладке сцены, вкладка тоже юниты, раскрывающаяся вкладка юниты, ставлю метрик. Так, персонаж. Персонаж у нас будет примерно метр восемьдесят, да, поэтому давайте его таковым сделаем. Примерно вот кубик. Вот так, да. Окей, давайте перейдем в режим редактирования. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем общую структуру персонажа, а потом будем детализировать его. При том, что он low poly, но тем не менее, сейчас общую структуру сделаем его. Так, он у нас слишком широкий. Давайте сделаем так, как он будет. Конечный его вид. Соответственно, справа то же самое. Справа он у нас будет даже потоньше чуток. Ладно, теперь давайте определим его составляющую часть. То есть это должны быть ноги, должно быть туловище и должна быть голова. Ноги. Так, давайте вначале, знаете, что сделаем? Все-таки добавим его модификатор в Mirror. Поэтому Ctrl-R разделим его на двое. Z, Warframe, A, B, X, Verticals, Модификатор, Mirror. Вот он. И нажмем Clipping. Так, теперь выйдем в Solid. Так, ноги. Давайте поставим, как у нас будут выглядеть ноги. Ctrl-R. Ноги у нас будут примерно занимать вот такое вот пространство. Ctrl-R. Вот здесь у нас будет туловище. Ну и все оставшиеся голова. Так, голову мы сделаем отдельным примитивом, да? При помощи отдельного примитива. Поэтому A, B и удалим это все. Так. Все равно он мне кажется очень широким теперь. A. Мы чуть-чуть его сушаем. Окей. Теперь смотрите, чтобы разделить этих два примитива, мы сделаем следующее. Нажмем клавишу V и у нас вот разделилось на двое. Поднимаем выше и будем работать только с ногами. Так, Z, Warframe, ой, Solid. Ноги. Что мы сделаем с ногами? Давайте добавим еще один луп. Ctrl-R. Добавили. И добавим. Добавим, добавим, добавим. Еще один луп вот здесь. Ctrl-R. То есть это не совсем тот способ, который я моделировал. Ну, для урока я хочу, чтобы что-то новое. Моделировал я обычным экструдированием. Давайте здесь нажмем X. Verticals. Да, что-то такое. Только до сих пор мне кажется оно широким. Вот так мы сделаем. Даже тут оставим так. А здесь сделаем поуже. Так. Окей. Здесь есть. Что мы здесь сделаем? Выделяем эту часть и жмем... А, нет. Не жмем F. Ctrl-Z. Жмем W. И жмем Bridge Edge Loop. Ага, он не работает так. Ладно. Тогда сделаем проще. F. И здесь тоже F. Окей. Вот такая вот структура получилась. Так. Нога. 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 Окей. Теперь добавим лупы. Один луп добавляем здесь. И один луп добавим здесь. Даже его поднимем чуток. Теперь добавляем еще один здесь. S. Скалируем. Поднимаем. Раз. Раз. Два. И чуток здесь скалируем. Ну и здесь тоже. Пяточка. Так. Есть. Вот что получилось. Так. Что мы здесь делаем? Здесь мы тоже вот так. Раз. Раз. Только вот у нас чуток получается, что он какой-то у нас не совсем красивый. А из-за чего это? Из-за того, что нужно еще, наверное, вот так сделать. Да. Теперь мне больше нравится. Так. Здесь тоже мы чуток выдвинем. Перезет. Варфрейм. Единица. А. Вот так сделаем. Все-таки у нас стилизованный персонаж. У стилизации должна быть какая-то своя. Здесь у нас в этой стилизации очень тонкие ноги у персонажа. Так. Есть. Ну и. Это мы тоже стянем. Чуток. Все-таки сделаем ему овальную чуток форму. Но все равно стянем. Этот клуб, наверное, чуть-чуть вот так. Что-то случилось. Так. Нога у нас получилась квадратная, чего, в принципе, быть не должно. Поэтому мы добавляем еще один луп. Здесь жмем дважды GG. Ну и вот этот можно. Дважды GG это. Дважды жмем G. Это дубляж клавиши Ctrl-E, Edge Slide, либо Vertex Slide. То есть оно будет двигаться в плоскости. Вот есть плоскость некоторая. И если мы вот это ребро будем двигать с помощью XZ, то оно вне плоскости будет двигаться. А когда мы жмем дважды G, то оно в этой плоскости двигается. Так. Окей. Давайте добавим объема ноги. Я думаю, здесь тоже. Так. Есть, есть, это есть. Все-таки здесь тоже нужно чуть-чуть добавить. Да. Ну давайте подформируем вот здесь ногу. Да. Вот так. Здесь добавим еще один луп. Ctrl-R. И этот мы экструдируем. И здесь сделаем следующее. Чуток внутрь. Чуток. Так, внутрь. Есть. Здесь мы чуть-чуть меньше сделаем. И добавим еще один луп. Ctrl-R. Это будет наше колено. Для того, чтобы оно деформировалось правильно, нам нужно добавить еще два лупа. Ctrl-R. Ctrl-R. Деформация будет происходить, когда мы будем анимировать. То есть, чтобы все было... Хоть это и low poly model, но деформация все равно должна какая-то быть более-менее сносная. Потому что, ну, как анимировать даже low poly model, если при деформации получается острый угол. Вот эти добавления вот этих вот дополнительных лупов предотвращает острый угол вот здесь. И схлопывание вот здесь. В этой области. То есть, когда нога у нас... Ладно, давайте покажу. Нога у нас поднимается. Видите, какая штука получается. Вот здесь получается... Вот здесь получается острый угол. А здесь получается такое схлопывание. То есть, чем выше, тем больше это схлопывание. Когда у нас есть дополнительные лупы, они как бы растягиваются и предотвращают это все. Ну, естественно, их надо покраску весов еще сделать, соответственно, правильную, да, чтобы этого не было. Потому что даже при нужном количестве лупов, при неправильной покраске, может происходить не совсем хорошие вещи. Так, давайте приступим к туловищу. Так, тройка. Туловище. Длина меня, в принципе, устраивает. Чуть вниз. Теперь, давайте, сделаем. Нужную ширину. Да. Вот так. У нас сейчас не совсем все хорошо, потому что у нас просто квадрат. Поэтому нам нужно добавить где-то луп. Один луп мы добавим вот здесь. Ну, соответственно, здесь. И два здесь добавим. Один будет как имитация сгиба в животе. А второй это мы добавляем для того, чтобы сейчас можно было экструдировать правильно руку. Но по-прежнему у нас еще такой квадрат, как бы, не совсем изящный. Поэтому нам нужно добавить где-то еще один луп. Но прежде мы вот здесь сделаем следующее. То есть это у нас уже начало там плеч. И добавляем еще один луп. Ctrl-R. Здесь добавляем луп. Здесь мы уберем. И делаем следующее. Шток выносим. А вот эти вот два мы наоборот шток выжимаем. Ну, даже можем сделать вот так. Раз. Есть. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно добавить плечо. Выделяем эту часть. Экструдируем ее. Чуток. Пунксу. Здесь выравниваем. И здесь сейчас формируем то, что нам нужно. Раз. Два. Получилась вот такая маечка, что ли. Да. Похоже, по крайней мере, на маечку. Да. Давайте теперь экструдируем. И сделаем окончательно руки. Так. Руки у нас есть. Есть. Давайте вначале сформируем так, как нам нужно. Я предлагаю, знаете, что сделать? Скейл по Y. Ой, точнее, скейл по Z. Ноль. Раз. И теперь мы можем правильно формировать нашу руку. Ну, как-то так. Теперь S. И поднимаем на нужную нам высоту. Экструди. Теперь Extrude. Скейл. Еще раз Extrude. Это будет наш рукав. Ну, это пиджак. А это будет наш рукав. Вот здесь не совсем хорошо получилось. Мы переходим в Wireframe. Видите, рука как бы чуток неправильно. поэтому мы исправляем это все и здесь тоже исправляем это все вот как-то так да давайте добавим несколько лупов, которые помогут руку сделать более красивой здесь плечо, наверное, можно не, нормально Ctrl-R добавляем сюда S Ctrl-R делаем локоть Ctrl-R сюда локоть, чуток вносим назад рука здесь у нас Rotate здесь тоже Rotate да, ну теперь как по мне стало чуток лучше чуток лучше теперь давайте добавим руку как мы будем делать руку вот здесь у нас чуток выглядывает да, руку мы будем делать отдельным кубом поэтому ставим здесь курсор Shift куб сразу его уменьшаем ставим в нужную позицию здесь сразу можно размеры так, есть тройка так, есть так, Ctrl-R добавляем луп в лоу-поли моделях как в старых очень я ну так и в новых на самом-то деле есть такая, как бы, я не знаю правило, не правило как его назвать но если она не сильно детализированная лоу-поли модель то у нее делают бывает просто делают варежку такую но для меня варежка рука варежка такая то есть, грубо говоря большой палец и сомкнутые пальцы не совсем нравится есть другой вариант есть вариант когда делается один палец указательный и делается сомкнутых ну остальных три пальца да то есть мне такой вариант больше нравится поэтому такой вариант я выбрал и для себя так так добавляем тоже экстра лук тоже для анимации нужно может кто-то и посчитает что я слишком много там ставлю потому что, например в некоторых моделях я открываю там делают следующим образом давайте даже покажу но я просто поклонник квадратной вот топологии в некоторых делаю следующим образом просто берут alt-m от center alt-m от center и вот этот x и получается вот вот так а сейчас здесь j получается вот такая вот топология то есть получается здесь растягивается когда нужно сгибать а здесь здесь в принципе так и надо делать но просто вот здесь появляется треугольник который как бы я их не сильно люблю на самом-то деле хотя за борьбу за борьбу за нужное количество полигонов то можно наверное пренебрегать этим всем может даже и нужно так ха так есть у нас узали теперь чуток придаем форму пальцем они чуток у нас подсогнуты и здесь тоже придаем чуток такую скошенную все-таки рука идет когда пальцы неравномерны линия вот здесь идет такая вот здесь можно чуть-чуть внутрь в принципе вот здесь тоже если посмотреть на свою руку то там линия изгиба идет тоже чуток под не совсем прямым таким углом ну да так теперь нам нужно добавить еще большой палец большой палец мы будем добавлять следующим образом так это чуть ниже добавляем еще один луп раз два три четыре этот убираем экструд экструд и скейл ну вот в принципе свои модели которые первоначально я использовал для самого видеоролика я делал палец по-другому то есть я выносил вот этот квадрат и отсюда еще экструдировал поворачивая его по-хорошему еще его нужно действительно будет если правильно обращаться к этому палец этот нужно будет повернуть сместить вниз здесь эту часть вынести его сместить сюда внутрь еще то есть у нас как бы не сильно реалистичная модель поэтому мы оставляем вот так тоже делаем давайте тоже его подсогнем и опустим чуть ниже и тоже тут открутим так ну вот что-то что-то вот что-то подсогнем в этом вводе. Продолжение следует... Как-то так. Так, окей. Так как это у нас перчатка по самому персонажу, то нам вот эти вот фейсы ни к чему. Теперь Extrude Scale. Чуть поднимаем. Очень плохо, к сожалению, что пропал такой функционал, как ScreenCastCase. Я читал, почему его убрали. Там, к сожалению, он мешал некоторому функционалу, я так понял, насколько я там эту всю статью понял. Мешал некоторому функционалу и посчитали его не настолько важным, чтобы он был. Хотя есть какой-то плагин там еще. Я посмотрел, что можно типа вернуть его. Но я разбираться с этим не стал, честно скажу. Но с ним было поприятнее писать уроки. Все видно было. Есть сторонние, конечно, программки, но я ленивый человек. Поэтому я не стал искать альтернативу. Так, еще раз экстрадируем. Scale. Есть. Уделяем. Давайте все-таки вот эту. Вот эту. GG. Теперь нам придадим какую-то интересную форму. Так, L. Выбрать полностью готовый кусок. Давайте вот так его чуть-чуть покрутим. Ну вот. Получилось нечто такое вот уже интересное. А! Вот здесь мы сейчас точно так же сделаем, как и делали. Вот здесь. То есть нам вот, чтобы не было видно голых вот этих частей, мы экструдируем и скалируем. Вот так. Л. 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 Чуть-чуть опускаем. Так. Ну, в принципе, вот уже нечто хорошее появляется. Единственное, мы сейчас вот здесь закончим наконец-то. Так. Здесь нам нужно... Так. Экструд. Скейл. Поднимаем штук. Здесь это мы расширяем. Здесь напротив ближе. Тут даже еще больше можно. И экструдируем вверх. Это будет воротничок нашей рубашки. Я даже сказал, что надо чуть больше. Вот так. Здесь мы предъявляем форму. Здесь мы тоже. замыкаем его, только мы замкнем здесь его все-таки квадратами. Давайте. Добавим. Ф. Так. Это есть. Еще что здесь можно добавить. Это мы добавим... Так как мы его будем разукрашивать, эту модель будем разукрашивать при помощи материалов, то у нас на одной модели вот здесь каждый квадрат в принципе может быть покрашен в новый вариант. У нас на первоначальном персонаже есть рубашка с галстуком. Давайте мы сделаем вот здесь форму рубашки. В-образный вырез рубашки. Чтобы не добавлять никаких других экстра моделей или каких-то дополнительных элементов. Мы просто здесь сформируем этот В-образный вырез. При помощи вот таких вот не совсем хитрых способов. Раз. И вот уже появился этот В-образный вырез. Да. Здесь мы чуток добавим. Вот так. Есть. Тут что мы можем еще сделать. Здесь мы можем добавить галстук. Shift-A. Клуб. Так. Это получилось, что у нас. Клуб. Клиппинг. У нас. С. С. У нас. Л. Галстук. У нас. У нас. Паркл, тап. В принципе этот фаз тоже на минуту. сужаем ок, галстук почти готов так, добавляем вот здесь loop это у нас будет отвечать за узелок вот такой вот узелок у нас так как когда завязывают галстук у узелка появляется форма вот такая то есть тут вот будет воротничок вот такая вот, вот так идет рубашка здесь получается вот такой срез то же самое и здесь нам нужно сделать вот так здесь делаем то же самое теперь нам нужно вертекс раз два два все таки тут штук нужно все таки все таки все таки вот такой вот галстук получился так теперь голова все таки все таки все таки давайте ctrl-r ctrl-r вот вот эту часть чуток сместим сюда так как у нас будет такой довольно таки выдающийся подбородок ну и здесь сейчас по формируем чуток вот 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 с вот 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 Продолжение следует... Чуть-чуть уже становится похоже. Ну, относительно, конечно, чуть-чуть похоже. Так, и здесь тоже. Так, есть. Так, вот такая вот у нас пока чугунная голова получилась. Теперь нам нужно экструдировать подбородок. Экструд. 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 Скейл. Так, есть. Теперь мы здесь чуток формируем. Здесь чуток. А здесь тоже чуть ближе. Так, вот здесь мы сделаем ямку на броне. Он похож становится на Стэна из Американского папы. Так. Есть. Теперь добавим ухо. Акструд. 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 В среднем мы видим есть одну внуля. Так. Есть. Экструдируем. Чуток назад. Есть. Начинаем. Онаysode! Экструд, да? Вот такое ухо себе. Теперь сделаем немного впадинку. Так, есть. Теперь займемся его носом. Так, получилось не совсем правильно. Нам нужно убрать вот... Когда мы сделали insert фейса, у нас получается следующая штука. Чтобы убрать вот этот вот фейс ненужный, мы можем нажать либо F6, появится меню, которое помогает с некоторыми настройками при insert или вставке фейса внутри. Либо нажимаем T и здесь дублируется с правой стороны дублируются все вот эти настройки. Давайте через F6 будем учиться. Здесь нам нужно нажать вот эту... Отжать точнее вот эту вот... Вот этот чек на баундере. И у нас все становится так, как нужно. Так, выделяем. Scale по Y. Ноль. Ctrl, Tab, Vertex. Тут какая-то нехорошая ситуация у нас получилась. Да. Давайте здесь это сдвинем. Теперь возьмем область для носа. Экструдируем. Раз. Экструдируем. Два. Нос у нас будет похож на... Не знаю, кто смотрел... Я в детстве лично обожал этот мультик. Остров. Сокровищ. Там у всех были такие носы. Массивные. Круглые. И такие, я не знаю... Что-то вроде этого. Так. Здесь мы сделаем тоже вот так. Что-то вот сюда. Что-то вот здесь тоже. Вот такой вот у нас получился. У нас. Да. Теперь сделаем быстро прическу. Прическу. Так, что у нас здесь не так. Здесь у нас не так. Следующая штука. Да. Прическу мы будем делать следующим образом. Мы просто выделяем вот эти вот фейсы. Shift D. Дублируем. S. Теперь формируем необходимую нам ческу. Так. У нас за ухом здесь ничего нет. Поэтому мы добавим еще один блок. Чуть-чуть и поднимем вот эту вот часть. Здесь есть такой хороший инструмент F2. То есть это... Он помогает работать с... С фейсами. Вставляем фейсами. То есть, вот можно выделить один фейс. Один вертекс. И нажать F. И получится вот хороший такой фейс. Там интересный алгоритм этого всего. Но вот помогает порой очень сильно. Раньше бы мы это делали по-другому. Пришлось бы экструдировать вертекс. Так. И потом к нему доращивать фейс. Здесь мы тоже экструдируем. Так. Сделаем. Сделаем виски. Так. Сделаем виски. Так. Здесь добавим еще тоже лоб. вот так теперь нам нужно это все замкнуть чтобы не было видно вот этих вот замыкать мы будем следующим образом выбираем Edge Extrude и Scale и оно так интересно уходит внутрь вот такая вот получилась прическа у нас так теперь нужно сделать очки shift-a cube scale так выделяем его и добавим его к этому мешу Ctrl J вот уже два стекла есть заходим вот этот задний в принципе нам не нужен мы пока его оставим а вот этот точно не нужен так давайте сделаем следующее поднимем нам нужную высоту Ctrl R Extrude F F F так одна часть готова смотрим смотрим как они выглядят есть теперь вот нужно с этой частью разобраться так здесь мы можем экструдировать эту часть и экструдировать и экструдировать эту часть Ctrl R F F F F F F F F Продолжение следует... Здесь, конечно, можно сделать более обтекающим. Продолжение следует... Так, и что нам еще нужно? Ну, нужно добавить шею. Шею мы будем добавлять вот из вот этих двух фейсов. Опять жмем И. Скейл. Формируем... Более-менее, хоть что-то похожее на овал. Точнее, на что-то круглое. Так, ну вот, хотя бы, хотя бы так. Так, выходим. Есть. И экстрадируем. Скейл по Z 0. Ну, давайте удалим. Сейчас. Так, L. Чуть-чуть увеличиваем. И смотрим на модель Z 0. Надо раскрасить, чтобы понять, что она похожа или не похожа. Так, добавляем голову к основной модели. Нажимаем голову, нажимаем основной модель, нажмем Ctrl J. Они объединились. Так, что нам еще нужно сделать? Нам еще нужно смоделировать, смоделировать пистолет. Окей. Shift A. Добавляем куб. Скалируем опять его. Так, пистолет будет настолько тонким. Так, нет, хотя бы в одной броске, да. Раз, два, заходим в режим редактирования, Z. А, V. Экструд. Так, добавим здесь два лука. Так, теперь сделаем следующий. Нам должно получиться, насколько я помню. Выделяем два вот этих лука. Жмем Ctrl I. А, нет, не Ctrl I. В. И Bridge Edge Loop. Да, получилось то, что не ожидалось. Так, получилось, что оно там перекроет. А, вот. Вот и весь ответ. Xface. Так, W. Bridge Edge Loop. Так, ну, как бы у нас все такое получилось, как бы, сильно массивно. Что сделать, чтобы оно больше было похоже на пистолет? Наверное, нужно добавить еще один луп. Выделить вот эти вот пистолицы. И увеличить их. Теперь больше на револьвер стало похоже. Ну, давайте сделаем. Давайте экстрадируем. Это у меня не было на моей модели. Но. Здесь мы сделаем. Так, и здесь сделаем. И. И. Скоро. И экстрадируем. Вот. Теперь. Чуток. Стало. Похоже. На пистолет. Тап. Выходим. Все материалы у нас будут иметь одну общую настройку. Это шейдинг. То есть, они будут просто передавать цвет. Без отражения. Просто. Даже не цвет. Они будут просто светиться. Цвет. Равномерно. Так. Давайте изначально зададим цвет пиджака. Он у нас будет. Вот. Я не знаю, как его назвать. Давайте. Попробуем. Русский. Я не сильно люблю в этом. Использовать в блендере. Русские символы. Все-таки. Вау. 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 Клоус. Терял. Вау. Так. Мы будем использовать здесь коричневатый цвет. Вот такой. Использовать в блендере. Так. Что здесь нам нужно будет сделать? Здесь надо будет сделать для обуви другой материал. Z. Solid. А. А. Плюс. С. А. Комг. Терека. Комг. 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 С. Для этого будет вам видно. Так, они у нас будут темные, я бы сказал, черные, сайн. Так, здесь у нас следующая штука. Нам здесь нужно сделать небольшую тень под пиджаком. Она будет у нас тоже close-up. Извините за мой английский, потому что я сейчас не помню, как все пишется. Не могу очень, потому что я вижу, что уже close, я написал закрыто. Хотя не должно так быть. Так, здесь у нас будут более темные, коричневые. Так, теперь что, где еще у нас будут тени? Теней больше нигде. Давайте теперь рубашку сделаем. О, щирт как-то. У нас будет щиток такой белый. На крахмалиную вот такую. Что это будет у нас? Это будет вот родничок. Control плюс родничок. Читок. Сайн. Есть. Это будет вот манжетик. Сделал бы. Сал. В принципе, белого у нас больше и нет здесь, да? В принципе, черным вот этим мы можем еще покрасить, которые туфли, мы можем покрасить еще и перчатки. Да, вот перчатки. А, и очки можем. Так, очки, перчатки покрашены. Теперь нам нужно кожу найти. Тон кожи. Ну, тут я, по-моему, помню. Скин. Через К, по-моему. Кожа у нас примерно вот что-то. Вот это. Жем на сайн. Даже мне кажется темнее. Да. Но нос мы будем делать следующим. Мы будем его делать красным. Шейнг. Мы сделаем таким. Не совсем красным. Отличающимся от кожи. Больше. Сайн. Давайте все-таки ближе к красным. Вот так. Сайн, да? Что еще осталось? Галстук. Тут я не буду даже запариваться. Это у нас будет. Так и напишу. Это у нас будет красный. Чуть-чуть. Ну, сделаем. Эль. 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 Сайн. Далстук есть. Так, что еще? Прическа, да? Прическу мы давайте сделаем оранжевую. Какую-то. Волосы, 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 волосы. Тоже не помню, как пишется. Так, ладно. Сейчас может вспомнить. Что за спарить у меня не стало. Ладно, давайте так и напишу. Что за спарить у меня не стало. Так. Ну, вот. Персонаж как бы и есть, да? Что мы с ним можем сделать? Мы, наверное, можем ему нажать Smooth. И пистолет у нас будет тоже черный. Так. Что мы сейчас сделаем? Мы сделаем сейчас первый рендер. Нажмем все-таки Ctrl-S. Чарп-X 23. Делаем на всякий случай. Да. Давайте сделаем первый рендер. Первый рендер у нас будет так, ноль. Меня не совсем устраивает такая позиция камеры. Такая позиция лог камеры. Это view. И что мы можем делать теперь? Теперь мы можем двигать камеру как в обычном view. проверить камеру. Так. Есть. Забираем этот рендер. В принципе, источник цвета мы можем удалить. То есть он нам нисколько тут не будет мешать. помогать, точнее. R12. Вот то, что у нас получилось. Здесь можно, конечно, чуток сейчас галстук подправить. Можно добавить здесь пуговицы, конечно, еще много чего можно подбавлять. Тут, кстати, у нас очень такой подбородок. Как-то, думаю, было лучше. Да, он более такой интересный стал. По-моему, галстук тоже выпрямился. Ну ладно. Добавляем, кто хочет, добавляем еще какие-то куча экстра всяких деталей, которые там могут помочь. Но вот тот результат, который, как бы, я не скажу, что меня полностью устраивает, но устраивает на 90%. Единственное, что я подправил. Это вот здесь. Да. Давайте приступим непосредственно к самому редактированию стилистики теперь. нажимаем рендер. Что у нас получается? То есть у нас получается вот просто персонаж, который... Ну, персонаж таки персонаж, да? Там полуквадратный какой-то, неясно. Чтобы привести его к такой более уже пиксельной графике, похожей на пиксельную графику, мы можем снять вот эту анти-алийзинг. вот эту вот галочку. Это сглаживание. Без этого сглаживания модель будет казаться более... Такое, видите, плавились все-таки вот зазубрины. Еще раз. Появились вот зазубрины. Но все равно этого недостаточно. Мы меняем размер изображения. Поменяем на 128. 128. F12. И как мы видим, у нас персонаж стал пиксельным. Ну, это слишком пикселизация такая. 256 давайте. На 256. F12. Ну, вот уже, уже, уже получше. Мне кажется, что довольно таки хорошо. Так, давайте все-таки мы чуть-чуть приблизим камеру, потому что у нас изменилось разрешение. Да. F12. Ну, при таком раскладе, мне кажется, можно на 128 уже цеплять. Ну, давайте все-таки. 128. 128. F12. Вот такой вот получился персонажик. Да. Так. Уберем эту галочку. Что мы можем с этим всем сделать? Так. F12. Нам теперь нужно стилизовать его, чтобы он действительно был похож на пиксель арт. Потому что вот сейчас как бы прикольно да прикольно, но это разрешение не позволяет там сохранить, чтобы он был лучше. Давайте перейдем в композит. все-таки здесь поменяю. На Compositing. На Node Editor. Вот он. Сюда Use Node. BackDrop. Так. Что нам нужно? Нам нужен Viewer Node. Shift A. Output Viewer. Shift A. Давайте сразу сделаем Erode. Есть. Сами видите, что получается. 128, да? Чтобы нам увеличить изображение сейчас нам придется сделать маску. Что такое маска? Маска, маска, маска. Давайте найдем. маску. Опять. Так. Маска. Маска как бы делает. Сейчас она нужна для того, чтобы исправить вот это вот изображение. Сделать маску. Под которую. Самого. Всего изображения. Под которое мы подгоним в дальнейшем изображении. Так. У нас здесь 56. Нам нужно 1024. Пускай будет 1024. Есть. Теперь нам нужен Mix Node. Core. Mix. Снова сюда бросаем. Так. Вот маска, которая создалась на все изображения. Теперь нам нужно добавить. Добавить. Увеличить размер этого изображения. Чтобы он был по форме маски. Абсолютно. То есть вот он у нас уменьшился. То есть вот абсолютно его координаты. Это единица, единица. Вот он маленькая. Не координаты, а размер. Вот он маленькая точка такая. Теперь 1024. Вот растянулся. 1024. Так. Вот уже то, что нам нужно. Так. Что теперь. Он у нас какой-то более размытый получился. Мы можем что сделать с этой размытостью. Shift. Добавить фильтр. И здесь мы добавляем. А, нет. Фильтр нужно добавить. Сейчас. Софтом. Шартом. Только фильтр нужно добавить. Все таки. Вот здесь. Мне кажется. Перед конечным изображением. Ну вот. Она добавила. Неких. Краев таких. Давайте. Здесь все таки. До 4. Уменьшим. Да. Чтобы края были все таки. Четкие. Но. Такие. Так. Что нам здесь. Не хватает еще. То есть. Я бы еще поменял. Светокоррекцию. Небольшую. Сделал бы. Shift. Color. Color. Balance. Я бы сместил. Сюда. Это чересчур конечно. Я тут сместил бы. Сюда. И в эту вот сторону. Так, и здесь у нас включилась казус получился. Так, ну. Вот примерно, наверное, то, что хотелось бы видеть. Так, есть. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно... Нам нужно сделать... Нам нужно сделать TVScreen. Это нам нужно добавить input. Image. Open. Опять дублируем mix. Shift. Shift. Так, если я не хочу дублировать, чтобы линии были четкими, то я отсюда беру нот, а не перед шарпом. Так, все получилось. Теперь делаем overlay перекрытые. Так, все получилось. Сами видите, что не совсем все хорошо. Так, здесь делаем четверку. Ставим. И дублируем. Дублируем. Scale. Scale. Смотрим, что включилось. Получился. Это TVScreen. Даже до трех. Давайте перекрытие дублируем. Поведем. Да. И что еще нам нужно сделать? Есть вот этот вот distortion эффект, который, в принципе, я его довольно-таки сильно люблю. Он нам поможет добавить некого-то эффекта вот к этой вот эффекту TVScreen. Так, у меня, я не знаю, у меня извините, сильно виснет компьютер чего-то. Так, здесь я поставлю троечку, а здесь двоечку. Давайте выйдем все-таки в 3D пространство. Мы все уже сделали. Нажимаем 12. Так, мы видим, что сейчас у нас вот такая вот некрасивая картинка получилась. Потому что у нас выводится рендер, результат рендера. Мы жмем вот на эту вот иконочку и выбираем Viewer Node. Посмотрим, что у нас получилось. Вот получился такой пиксельный, пиксельная стилизация с TVScreen. Ленс Distortion дала вот, если посмотреть, вот здесь вот такие вот закругления и по уголкам вот такая вот штучка есть небольшая. То есть там, не знаю, как рамочка или что. Это дает нод Lens Distortion. Давайте мы добавим еще одну штуку. Это небо все-таки изменим. Сделаем его каким-то более веселым что ли. Жмем на 12. Under Result. View Node. Ну вот. Такой вот персонаж у нас получился. Вот такая конечная картинка. Так, чтобы еще раз. Почему так получается, что только Viewer Node выводит, а не Render Result? Потому что Render Result выводит в разрешении, которое указано вот здесь. То есть 128 на 128. А Viewer Node показывает вывод уже с маской. То есть то, что выводится на Backdrop. То есть на маску выводится. Почему так происходит? Я, к сожалению, сейчас затрудняюсь вам сказать, почему. И даже, честно сказать, затрудняюсь сказать, как сделать так, чтобы при анимации выводить из Viewer изображение. А не из Composite. Потому что, ну, как бы... Я когда делал анимацию, у меня, к сожалению, я вот... Ненадолго мне хватило, чтобы выводить покадрово с Viewer. Поэтому я пренебрег вот этой вот пикселизацией, вот этой, которая, да, получились квадратики. И сделал более такую... Более детальную все-таки картинку. Но если вы хотите поиздеваться над собой, то вы можете... В принципе, вот есть здесь... Таймлайн, да? То есть вы можете... Рендерить картинку. Жать F3. Давайте так и сохраним. Сохранять. И так покадрово делать. Потом зайти в... Композицию, либо в видео-эдитинг. И на таймлайн набросать вот этих вот готовых изображений. И будет, в принципе, у вас видео, ну, по крайней мере, похоже на пиксельную графику, анимированную пиксельную графику. Окей, давайте посмотрим, что нам осталось. Нам осталось сделать еще тень, как я и обещал, да? Я подготовил... Подготовил уже тень. Тень у нас представляет собой просто круг с двенадцатью гранями, которые экструдированы внутрь и собраны в одну точку. То есть тут я не стал замурашиваться делать квадраты, чтобы вся была типология квадратная. Я здесь просто сделал черный круг. Так, выйдем. Первое, что мы сделаем. Первое, что нам нужно сделать... Первое, это когда мы двигаем персонажа, тень его должна как минимум преследовать. Поэтому мы выбираем нашу тень, идем во вкладку Constraint и нажимаем Copy Location. Здесь есть также эта цель. Целью мы выбираем Character. Character это... Так я назвал нашего персонажа. То есть меж нашего персонажа. Circle мы тоже переименуем как Shadow. Так, есть. Почему тень подскочила? Потому что она перескочила в центральную точку самого персонажа. Чтобы этого не было, нам центральную точку персонажа нужно сместить в центр. Вниз точнее. Выбираем персонаж. Жмем T. Там выбираем Set Origin и Origin to 3D курсор. Либо жмем Shift Ctrl Alt C. Тень. Пала на пол. Так. Выбираем опять тень. Берем персонажа. Двигаем его тень прилипла. Но есть один момент. Нам тень, когда персонаж идет вверх, она должна оставаться на полу, на земле. Это Z отвечает ось Z. Мы ее отключаем. Берем персонажа. Поднимаем. Тень продолжает двигаться. А персонаж может свободно летать. Но здесь есть один минус. Персонаж при подъеме тень должна становиться меньше. Как с этим бороться? Переходим во вкладку с квадратиком нашим. Это вкладка объектов. Здесь есть вкладка Transform. Где есть Scale. Зажмем на правую клавишу мыши. И нажимаем Add Single Driver. На Y делаем то же самое. Add Single Driver. Открываем второе окно. ТТ. Здесь берем Graph Editor. Заходим в драйвера. Выбираем вкладку драйвера. Выбираем X Scale. Жмем N. Переходим в нужную нам вкладку. Вкладка здесь Драйвер. По началу здесь нужно было сделать следующее. Нажать Shift, Ctrl, точнее A. И нажать Scale. Чтобы все сбить в нужное русло. Чтобы все настройки сбить в единицу. Но сейчас вот у нас здесь Давайте выберем единицу. Единицу. Все вернулось в единицу. Так. Что здесь нам нужно будет сделать? Мы здесь будем передавать некоторые параметры. А параметры следующие. Параметр удаления персонажа от самой тени. Он передается как Var. И это будет не что иное как Location персонажа по оси Z. Поэтому изначально что мы делаем? Мы здесь меняем ось Z. Z Location. Выбираем персонажа. Character. Все будет высчитываться в World Space. То есть это не замкнутая система. Это система непосредственно во всем мире. То есть в мире Blender. То есть она не замкнута на чем-то одном. Что мы будем делать? Когда персонаж поднимается по оси Z. Его положение вычитается из значения его размера. То есть мы жмем минус. Вот так можно минус. Var. Повторюсь. Var это значение удаления его от нулевой точки. 1 это значение размера. То есть чем выше поднимается персонаж, тем больше вычитается из единиц. Смотрим. Ой. Не то. Берем персонажа. И вуаля. По оси X у нас тень уменьшается. Только чтобы она уменьшается очень медленно. Так скажем. Для этого мы ее умножим на 2. Давайте возьмем кавычки. В принципе должно работать и без кавычек. Берем персонажа. Поднимаем. И тень уменьшается быстрее. Ctrl Z. То же самое делаем и с Y. Выбираем объект. Charter. Z Location. Var. Minus. Var. Unm. Unm. 2. Вот и все. Есть единственный минус. Что когда больше нуля становится. Оно прибавляет уже. И наоборот увеличивается. Ну. Как показала практика. Персонажи слишком высоко. В моей по крайней мере анимации. Я не поднимал. То есть мне было. При беге. Удобно вот делать вот это вот. Уменьшение. Увеличение. То есть это один из способов. Если у вас есть какие то свои способы. Я с удовольствием их выслушаю. Так. Давайте сделаем. Финальный рендер. Приподнимем персонажа. Нажмем F12. Нажмем F12. Нажмем F12. Ну вот. Что у нас получилось. Все. На этом урок я заканчиваю. Еще раз повторюсь. Что мы добились всего лишь навсего. Похожего эффекта с пиксельной графикой. То есть вот то что получилось. Мое мнение очень похоже на пиксельную графику. Спасибо за внимание. Рад что вы потратили время на просмотр. Именно моих уроков. До скорой встречи в новых уроках. С вами был Николай Довжанский. Илет Pascal. С вами был Николай Довжан. Универ он 후�еян. Нажмем здесь. Утиныmos хок고нила. Универçал. Похожего. Продолжитель Cotton 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 Cottonона. Продолжение следует...